Чем Чем больше человек погружается в мир Священного Писания, тем больше у него возникает вопросов, почему так или не иначе, почему Бог что-то попускает, зачем и для чего. Ну и, конечно же, на все эти вопросы ответов он зачастую не находит. А для верующего христианина найти ответы всегда хочется. И со временем начинаешь понимать, что ответы найти невозможно, а значит, надо просто довериться Богу и жить так, как Господь этого хочет. Тема сегодняшнего нашего выступления – грехопадение человека. Тема очень важная, потому что она, по сути, вообще поменяла полностью историю человечества в целом. Человек, созданный Богом, был изначально человеком совершенным. Помощница его, плоть от плоти, кость от кости, жена, была создана для своего мужа. Обитали они, как вы помните, в раю. И была им в раю уже обозначена миссия. Они должны были плодиться и размножаться, и наполнять землю. И еще одна миссия. Еще одно великое назначение человека – возделывать и хранить Эдемский сад. То есть, с самого начала уже действует этот удивительный таинственный принцип, о котором так часто говорят нам отцы церкви. Бог спасает человека не без самого человека. Даже есть такой философский вопрос – может ли Бог создать такой камень, который сам не сможет поднять? И как ответ на этот вопрос, что этот камень – человек. То есть, Бог создал такой камень, но поднять его без самого человека он не может. То есть, дав человеку свободную волю, Господь эту волю не нарушает. То есть, для того, чтобы Адам и Ева жили в раю, они должны не просто там жить, они должны еще и усилия прилагать – возделывать сад, жить в послушании Богу, и тем самым выполнять свою изначальную миссию. Но, как вы знаете, враг рода человеческого, дьявол, он посчитал себя равным Богу, пал со временем и очень сильно завидовал человеку. Завидовал, прежде всего, потому, что человек жил в полной взаимопонимании с Богом. «И вот в раю было много деревьев, но посреди рая росли два дерева – древо жизни и древо познания добра и зла. И вот от одного из них Господь запретил человеку кушать, от древа познания добра и зла». От относительно другого дерева, от древа жизни, Господь не запрещал. То есть, как они выглядели, что это были за деревья, мы сейчас сказать точно не можем. Но это были некие деревья, от которых, скорее всего, внешне чем-то, может, и отличались, но это не были какие-то сверхъестественные деревья. То есть, Господь, созварив все вокруг, дает человеку возможность питаться от древа жизни, но при этом воздерживаться от древа познания добра и зла. Древо познания добра и зла реально представляло, а также символизировало собой право и приоритет Бога решать вместо человека и за человека, что такое добро и что такое зло. То есть, приоритет решать, что такое добро и что такое зло, был за Богом. И человек не должен был вмешиваться в это дело. То есть, Бог устроил, а человек должен был жить в том, что устроил ему Бог. Тем самым выражая, что послушание Богу, Бог больше ничего не требовал. Иными словами, до грехопадения человек пребывал в свете божественное видение всех разностей. То есть, как Господь это видел, и человек пребывал в этом видении. То есть, как это было устроено самим Богом. Зло уже существовало в мире, в лице падших ангелов. То есть, к этому моменту уже произошло падение в ангельском мире. Уже было зло, уже был дьявол. И без сомнения, Адам, который давал имена животным, знал, что такое добро и что такое зло. Святитель Иоанн Златоуст, рассуждая по этому поводу, говорил, «Многие любители споров дерзают говорить, что Адам после вкушения от древа получил способность различать добро и зло. Думать так было бы крайне безумно. Чтобы никто не мог говорить так, для этого мы, предвидя это, недавно столько рассуждали о данной Богом человеку мудрости, доказывая ее наречением имен, какие он дал всем зверям и птицам и бессловесным животным. И тем, что сверх этой высокой мудрости он удостоился еще и пророческого дара». То есть, Адам знал, что такое добро и что такое зло. Он знал, что это все есть. Потому что тот, который давал имена животным и всему, что есть вокруг, Господь же дал ему такую возможность давать. Он не мог не знать этого. А еще Адам был пророк, он первый пророк. Помните, когда он увидел свою жену, он сказал, «Это плоть от плоти моей, кость от костей моих, она наречется женой, и оставит человек отца и матери, и прилепится к жене, и будут два в плоть одну». То есть, Адам говорит, оставит человек отца и мать. У него не было ни отца, ни матери. Но он уже об этом говорит. То есть, он пророчествует, словно наперед. Он был очень одаренным, потому что дать имена животным было непросто. Он не просто сказал, «Ты будешь собака, а ты будешь тигр». У каждого животного было имя, сообразно тому, кем было это животное. Как тот, кто дал имена и изрек чудное пророчество о жене, мог не знать, что хорошо, а что плохо? Если мы допустим этого, чего да не будет, говорит Иоанн Златоуст, то произнесем холу на Создателя. Как он давал заповедь тому, кто не знал, что преступление есть зло? Это не так. Напротив. Адам ясно знал это. Поэтому изначало Бог создал человека самовластным, иначе не следовало бы его наказывать за преступление заповеди и награждать за ее соблюдение. То есть Адам все знал. Потому что за что его награждать, если он не знает? То есть награда предполагается тому, кто что-то делает, и наказание тому, кто действительно виновен и осознает порой, что он виновен. Так в чем же грехопадение заключалось? В том, что человек присваивает себе божественное право решать, что такое добро и что зло, начинает идти по пути дьявола, пытается сделать себя равным Богу. В Библии написано, «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Замечаете подвох? «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» То есть Бог такого не говорил. Он сказал только про что? А древо познания добра и зла? Змей задает вопрос, уже наполненный ложью. По поводу данного текста святитель Иоанн Златоуз говорит, «Смотри, какая зависть и многосплетенная хитрость лукавого демона. Видя, что созданный человек находится в высочайшей чести и почти ничем не меньше ангелов, видя на земле земного ангела и с недаемой завистью виновник зла демон, который сам пребывал между высшими силами, но по развращению воли и безмерности злости не спал с высоты, употребил великую хитрость, чтобы лишить человека благоволения Божия и, сделав его неблагодарным, лишить его всех благ, дарованных ему человеколюбием Божиим». Обратите внимание на то, что мы видим здесь Еву без Адама. Это первый принцип нарушения соборности. «Ева была создана для Адама и предполагалось, что они всегда будут вместе. И как только она осталась одна, не знаем по какой причине, сразу подходит искуситель». По поводу этого тот же святой говорит, «Ева была создана для Адама и могла разговаривать только с ним». А здесь она остается одна. Она проявляет инициативу. Она сама подходит к запрещенному плоду, к дереву, на котором находились эти плоды. И еще, по всему прочему, вступает в разговор с дьяволом, который был под видом змея. А каковы последствия, мы с вами прекрасно помним и знаем. Воспользовавшись дьяволом, воспользовавшись им, то есть змеем, как орудием, вступает в беседу с женою и увлекает в свой обман этот простейший и немощнейший сосуд. Писание показывает нам, как дьявол незаметно, неслышно подкрадывается к человеку. Ева и не заметила, как стала его добычей. Подлинно ли, сказал Бог, не ешься ни от какого дерева в раю? Мы знаем, что Бог такого не говорил. А дьявол задает вопрос, на который, по сути, сам знал ответ. Но цель вопроса была не в том, чтобы этот ответ получить, а в том, чтобы увлечь Еву в диалог. Это самое страшное. Дьяволу все равно, что вы будете говорить. Главное для него, чтобы вы приняли участие в этом сатанинском хороводе мнений и представлений, правильных и неправильных. Потому он и исказил слова Бога, чтобы Ева наверняка возмутилась и вышла из духовного равновесия. И Ева попалась на эту удочку. То есть сколько ошибок совершила она. Была без мужа, вступила в разговор с демоном и, помимо всего прочего, внимательно слушая его, отвечала на заданные им вопросы. Что отвечает Ева на вопрос змея? Послушайте. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. То есть Ева тоже отвечает ложью. Бог не говорил о том, чтобы к ним нельзя прикасаться. Он сказал, только не ешьте. Ева тоже отвечает лживым ответом. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделено, потому что дает знания, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Иоанн Златоуст говорит, жена по обольщении змеем подумала сама про себя, если дерево и хорошо на вкус, и может так усладить взор, и есть в нем некая невыразимая красота, да и вкушение от него доставит нам высочайшую честь, то почему же нам не вкусить от него? Ева не понимает, что, вкушая от этого дерева, она бросает вызов Творцу, отрекается от него. Человек добровольно отверг предложенный ему Богом путь и выбрал более легкий путь, предложенный змеем. Вкусите, и будете как боги. То есть Господь предполагал и хотел, чтобы человек укреплялся в своей свободе, укреплялся в жизни с ним, чтобы человек, проходя этот непростой путь, становился лучше, сильнее, укоренялся в добре. Но Ева по обольщении решила пойти более простым путем. Вкусите, будете как боги. То есть не надо трудиться, не надо ничего делать. Можно сделать просто один шаг, и все вопросы будут решены. Она верит змею больше, чем Богу. И что происходит с ней? Первая похоть – это плохо чрево. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи. Вторая похоть – это похоть очей. Оно принятно для глаз. Говорится далее о дереве. Это очень опасная похоть. Взор постоянно блуждает то в одном, то в другом направлении. И дьявол это прекрасно знает. Он зачастую через взор и улавливает человека. И следующий соблазн, следующая похоть, которая одолевает Еву – это вожделение. И увидела жена, что дерево вожделенно, потому что дает знания. Когда праматерь наша Ева пролистилась, она ела сама и дала также мужу своему, и он ел. То есть как будто как слепец. Как будто не понимал, что делает. Дьявол никогда не довольствуется только твоей душой, а использует ее для воздействия на окружающих тебя людей. Нельзя думать, что если ты грешишь, то это твое личное дело. Как спасение одного человека имеет значение для многих других, так и грех одного человека касается многих. Ну, помните, да, фразу Серафима Саровского «Спастись сам, и вокруг тебя тысячи спасутся». И горе человеку, через которого приходят соблазны, говорится в Писании, лучше бы ему там мельничный жернов и на дно его. То есть все очень взаимосвязано между собой. Если ты сам спасаешься, вокруг спасаются тебя. Если сам погибаешь, ты вокруг тянешь. То есть невозможно гибнуть самому, ты обязательно кого-то затянешь с собой в бездну. И что происходит дальше? «И открылись у них глаза, и узнали они, что наги, и сошлились маковные листья, и сделали себе опоясание». То есть до этого они ходили наги, то есть обнаженные, и не стеснялись. А тут словно перена спала с глаз. Они как будто прозрели, а они увидели, что они наги. То есть что происходит? Полностью изменяется сознание человека. Они словно посмотрели на этот мир совершенно иначе. То есть тот Адам, который был создан для счастливой жизни в раю, и та Ева, которая была создана для него. Ева, это имя, она получит после уже. До этого она просто называется женою. Даже вот в еврейском оригинале муж Иш, а жена Иша. Вот такое вот интересное. Потому что муж и жена это одно целое. Между мужем и женой даже нулевая степень родства. Потому что предполагается, что это одно. И вот они изменились. Они словно как будто ощущились вообще в другом мире. Им стало стыдно друг перед другом, прежде всего. И что они делают? Они шьют себе смоковные листья, то есть они какое-то опоясание себе делают, скрывают свою ноготу. Смотри, с какой славы и в какое уничижение не взверглись Адам и Ева. Те, которые досили жили, как земные ангелы, изобретают себе одежду из листьев. Таково зло, грех. Он не только лишает нас вышнего благоволения, но и вергает великий стыд и уничижение. Похищает у нас те блага, которыми обладаем, отнимает всякое дерзновение. Великий стыд и ужас овладел сердцем наших прародителей Адама и Евы. Они ощутили, что случилось что-то непоправимое, что своими силами они исправить не могут. Вслед за отпадением от духовной истины и наклонением к чувствам в человеке и под влиянием чувственного познания природы, как источника на сложении и страданий возобладали плотские влечения. Разум потерял силу нравственного руководства над неразумными силами души, похотью и раздражительностью и подчинился их беспорядочным движениям. То есть разум уже не контролирует вот эти все похоти, которые появляются у нас. То есть мы порой все понимаем, а проконтролировать себя не можем. То есть то, что было изначально заложено, все стало рушиться. Побуждавшим человека стремится только к удовольствиям и избегать страданий. Таким образом впал человек во власть плотского самолюбия, страсти плотоугодия и страсти насильства, побуждавший к борьбе за мирские блага, средства усложнения и выражавшийся в ненависти ко всему, что препятствует удовольствию и причиняет страдания. Вместо того, чтобы стать Богом по благодати, человек предпочел стать прахом. Душа, разорвав свою связь с Богом, попадает в зависимость от тела. Отсюда возникает ложная духовность и здесь же источник страссей. Тело, в свою очередь, оказывается в зависимости от внешнего мира, порабощается вещественным началом мира сего. В отношения между составляющими человеческой природы вносится разлад. Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Вспомните, да, апостол Павла и слова «Что хочу, не делаю, а чего не хочу, делаю». То есть в противоборство плоть с духа вступили. Отцы и святые полагали, что вследствие грехопадения изменилась и сама человеческая телесность. Так Григорий Богослов говорит, что удаляемый от древа жизни и Бога человек облекается в кожаные ризы, может быть, в грубейшую смертную и противоборствующую плоть. Сразу же после того, как совершилось грехопадение первых людей, Господь спешит к ним на помощь. Конечно, Господь все знает. Он изначально знал, почему так будет. Он изначально знал, что произойдет именно таким образом. Но опять же, чем глубже мы погружаемся, тем больше у нас вопросов, почему Он этого допустил, и зачем Он это допустил, и вообще, зачем Он создал человека, и вообще, зачем мы живем, и зачем мы мучаемся, и почему мы страдаем, почему умирают дети. и отсюда тысячи вопросов, на которые порой ответы мы не сразу находим. Мы прекрасно понимаем, что ничего не происходит просто так. И тут Бог не оставляет человека. То есть, иногда нужно пройти через горнила, иногда нужно пройти через какие-то испытания, трудности, для того, чтобы что-то оценить, и после этого этим дорожить. по-другому иногда человек не понимает. И в данном случае, скорее всего, именно таким образом человечество должно было через это пройти, чтобы впоследствии сказать своему Творцу огромное спасибо. Что делает Господь? Он спешит на помощь. И услышал голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. То есть парадокс. Адам венец творения вместе со своей женой, услышав, что Господь приближается, каким образом это было, нам тяжело сейчас это понять. Но что он делает? Он прячется от Бога в кустах. Он прячется от Бога, от Творца мира, от Всеведущего в кустах. каких там он в кустах спиртался, в крапиве или в лопухе мы не знаем и не суть. То есть до чего опускается человек? То есть Господь спешит к нему, чтобы спасти его, а Адам от страха как трусливый ребенок, когда родитель идет с ремнем, прячется в кустах, боится Бога. Это уже не тот Адам, который совсем недавно давал и беда животным и который пророчествовал. Это уже не та Ева, это люди уже с поврежденным сознанием. Они вдруг оказались на непостижимо низкой степени религиозного создания. Они предполагают, что от Бога можно спрятаться еще и в кустах. Итак, Адам находится в поврежденном состоянии. Он прячется от вездесущего. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, Адам, ты где? То есть не в плане где ты сидишь, в какой норке ты там спрятался, Адам, ты где? То есть в каком ты состоянии, Адам? Это ты ли вообще? До чего ты пал? В кого ты превратился? Кем ты стал, Адам? То есть ты где? И что отвечает Адам? Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся и сказал Бог. Кто сказал тебе, что ты наг? То есть приоритет, который принадлежал Богу, Адам берет на себя после грехопадения. Кто сказал, что ты наг? Спрошит его Господь Бог. И дальше вопрос. Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? То есть Господь прямо взывает к совести Адама, показывает, в каком направлении надо ему мыслить, чтобы раскаяться. Ведь именно совесть, голос Божий, постоянно живущий в душе человека, подсказывала ему, что он пред Богом. Ведь Бог свят, а Адам грешен. Если творя тот или иной грех, ты еще испытываешь чувство стыда, есть совесть твоя у тебя. И значит, она еще не сожжена. Значит, еще не все потеряно. Ведь Бог пришел в прохладе дня к падшему человеку именно для того, чтобы восстановить с ним отношения. И если Бог услышал бы в ответ, Господи, так и так, мы съели от древа познания добра и зла, мы виноваты перед тобой, ты нас, Боженька, прости, пожалуйста. Мы больше так не будем, мы сделали большую ошибку, то Господь, конечно, бы просил. Но Адам мыслит совершенно иначе. Он начинает вместо того, чтобы каяться пред своим Творцом, говорить, жена, которую ты дал мне, она ела и дала мне. То есть, Господи, виноват ты, ты виноват, ты жену мне дал, я не сам плод сорвал, она сорвала, она виновата. А через нее, он косвенно Бога обвиняет. То есть, если бы ты мне ее не привел, бы сон на меня не насылал, из земля моего ее не создавал, этого бы не было, я бы в кустах от тебя не прятался, но пережил бы какой-то период в жизни, находясь один, свыкся бы потом, а теперь все как изменилось, жена, которую ты дала, она дала мне есть. То есть, Адам делает акцент на том, что во всем виноват Господь Бог. Адам забыл свои слова, что вот косят костей моих и плотят плоти мои, и она будет называться женой Газида от мужа. Он забывает все это. Теперь он говорит иначе. Он пытается переложить вину на Творца. Видя бесполезность разговора с Адамом, Господь обращается к Еве. Может, у нее найдется покаяние? Может, она будет более разумной? Может, она скажет Господи, я виновата? Сама поела и мужа накормила. Но Ева вместо слов о прощении говорит, змею меня искусил. То есть, не я, Господи, вот он, с ним разбирайся. То есть, она говорит, что я ела, потому что он обольстил меня, Господи. То есть, мы как бы здесь ни при чем. Вы знаете, сюда говорили раньше, не знаю, как сейчас, говорят, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. То есть, иногда вот не хочется говорить правду, но приходится ее сказать, претерпеть, получить, но потом в целом все-таки остаться отчасти удовлетворенным, по крайней мере, что совесть не обличает. И Господь ждет этой горькой правды, но человек не хочет идти по этому пути. Адам на Еву, Ева на змея, а к змею Господь уже претензий не имеет. Тем самым, святые отцы говорят, что для дьявола невозможно покаяние. То есть, зачем взывать к тому, кто уже не может встать. Поэтому говорят, что не падают только ангелы, не встают только демоны, а человек и падает, и встает. То есть, Адам упал, была возможность встать. И он к Богу пришел и стал взывать ему, Господи, ты где? пожалуйста, прости. Господь пришел к нему, постучал к нему в совесть. Сердце открой, Адам. В каком состоянии ты? Че ты прячешься? Но Адам, к сожалению, не захотел это слышать. И что происходит дальше? Бог наказывает Адама и Еву. Наказывают их четырьмя наказаниями. Два общих и по одному индивидуальному. Обращаясь к Еве, он говорит, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Но здесь без комментариев. один раз Бог сказал, продолжается и по сей день. Адам уже сказал за то, что ты послушал голоса жены твоей, ела дерево, от которым я заповедовал, сказав, не ешьте от него, проклята земля за тебя. То есть, земля проклята за Адама. со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Но здесь вопросов тоже быть не должно. То есть, в поче лица добывается хлеб. И по сей день. Кто-то морально потеет, кто-то физически, кто-то духовно, кто-то вроде как внешне добывает хлеб свой, не напрягаясь, но поверьте, что внутри у человека мы не знаем. Ничего не достается в этой жизни просто так. То есть, Господь один раз сказал, и до сих пор люди это испытывают. Кроме того, дал Бог два общих наказания человечеству. Он сказал, прах ты, и в прах возвратишься. То есть, из земли ты создан, и в землю отойдешь. То есть, Господь говорит, что отныне, сколько бы ни прожил человек на земле, а Адам прожил 930 лет, все равно ты отойдешь эту землю. То есть, древо жизни, которое было в раю, это древо, которое поддерживало человеческие сетки, человек не умирал. Так, после грехопадения в жизнь человека вторгаются телесные и душевные болезни. Труд теряет творческую радость. То есть, возделывать рай было творческой радостью, а теперь труд теряет эту творческую радость. Родовая жизнь, поражаемая различными страстями, искажается. Рождение детей становится для женщины мучительным и сопряженным с опасностью для здоровья и даже для смерти, даже для жизни, извиняюсь. Смерть самое главное и самое страшное следствие грехопадения. От греха Адама произошла двоякая смерть, телесная, когда тело лишается души, которая оживляла его и духовная, когда душа лишается благодати Божией, которая оживляла ее высшей духовной жизнью. Тело, когда умирает, теряет чувства и разрушается, а душа, когда умирает грехом, лишается духовного света, радости и блаженства, но не разрушается и не уничтожается, а остается в состоянии мрака, скорби и страдания. То есть, что происходит? Адам становится смертным и душа его попадает в состояние Богоочужденности. Она отпадает от Бога, она лишается этой возможности быть с Богом, потому что Адам избирает другой путь. Это отчасти состояние ада, когда ты не можешь изменить уже свою посмертную участь. Это есть ад. То есть, когда тело твое умерло, а душа, так как она бессмертна, но вне благодати Божьей, она мучается. Иногда Господь попускает каждому из нас состояние ада почувствовать. Знаете, когда на душе плохо, ничего не помогает. Это отголосок такой, когда Господь отступает, когда ты словно оказываешься один на один и не понимаешь, что все. Это выжить это состояние. Но попущение смерти есть проявление попечения Божьей от человеки. Послушайте, смерть это некий такой, знаете, некое проявление Божественной любви к человеку. Смерть. Ибо грех обладает свойством накапливаться. И если бы смерть не полагала предела земному существованию человека, то он совершенствуясь во зле в конечном счете уподобился бы демоном. Ну представьте, если бы мы жили как первые люди, человек проживает какую-то жизнь, настолько нагрешил, а если как первые люди, как Адам 930 лет, 700 лет, 800 лет, это же представьте, как бы душа наша очернялась. То есть смерть это, помните, как сказано в Писании, что Господь сократил дни, потому что если бы не сократил, никакая его плоть не спаслась. То есть смерть это тоже некое проявление божественной любви. Конечно, для людей неверующих это крайне сложно, особенно если жизнь земная является самоцелью, как смерть, проявление любви. Но это же самое страшное что может быть. Мы понимаем, что Господь иногда и забирает нас именно в тот момент, когда человек наиболее готов для встречи с Ним. И еще одно общее наказание Господь изгоняет Адама и Еву из рая. То есть Ева в муках рожает детей, это ее наказание, Адам в плоти леса добывает хлеб, и два общих наказания. Первое земля и си в землю отойдете, то есть независимостей, ты Адам, ты Ева, или там дети ваши, внуки ваши, все, все, кто будет после вас, в землю отойдут. И четвертое наказание Господь изгоняет Адама и Еву из рая, чтобы они не могли вернуться и вкусить от древа жизни. Он ставит у ворот сада Херувима с пламенным мечом в руке. Святитель Иоанн Златоуст говорил, что Херувим с пламенным мечом, обращающимся, это символ враждебных отношений между людьми и Богом. Мир же между человеком и Богом был восстановлен только тогда, когда по воскресенье из мертвых Христос, явившимся ученикам своим, сказал «Мир вам». Тогда был возобновлен этот мир между Богом и человеком. попущение смерти и изгнание человека из рая, делающее недоступным для него древо жизни, необходимы для того, чтобы не увековечить человека в состоянии духовно-нравственного ничтожества. Именно неотвратимость смерти открывает для человека путь покаяния. Господь без сомнений не мог оставить изгнанных из рая наши прародители без надежды на грядущее спасение. То есть Господь их изгоняет из рая, но не оставляет их еще в раю, еще в раю. Господь ему обещает, что путь возвращения будет дан. Что все равно правда восторжествует. То есть Господь не оставляет этих несчастных. То есть они несчастные. Они лишили всего. Но Господь и тогда их не оставляет. Глубаковский писал, что греховность как недолжное состояние природы человека, как аномалия, навлекает на себя праведный гнев Божий, но при этом правда Божия и в самом карающем настроении движется неисчерпаемым человеколюбием. И еще в раю прозвучало для наших прародителей первое Евангелие, так называемое, или прото-Евангелие, то есть Евангелие, вы знаете, как говорится, благая весть. И еще в раю эта благая весть прозвучала, я преподаю в семинарии библейскую историю, и этот отрывок всегда люди учат наизусть. Бытие, первая книга писания Бытие называется, третья глава, пятнадцатый с них, там есть такие слова, такие слова, как воинский клич обращены к змею. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. То есть, Господь обращается к змею, говорит, что я вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и семенем ее. Мы понимаем, что семени у жены быть не может, о ком идет речь. Два толкования. Первое идет о том здесь, что семя жены это церковь, которая ведет борьбу со змеем. А второе толкование здесь идет о Богородице. То есть, пророчество, Господь изрекает то, что будет потом, что родится от девы тот, кто сотрет главу змея. То есть, кто победит этого змея. То змея доставит дискомфорт. Он будет жалить в пяту. Но это будет ничтожный укол. Ничтожный удар по сравнению с тем, что сделает тот, кто родится от жены. Он растопчет голову змея. И Христос, победив смерть, Он тем самым победил этого змея. Он дал возможность человеку вернуться к Богу. Поэтому в крещении, почему мы крестим детей, потому что в крещении человек избавляется от состояния Бога отчужденности. То есть, грех Адама и Евы – это их личный грех. Но есть еще последствия греха падения. Это смерть, это болезни, это скорби. Можно перечислять очень долго. Это последствия греха Адама и Евы. То есть, их личный грех – это их личный грех. Но последствия греха на нас передаются. И вот каждый из нас рождается с первородным грехом. То есть, прародительский грех – это личный грех Адама Адама и Евы. А последствия первородного греха не на нас передаются. И мы рождаемся с этим первородным грехом. И в крещении мы избавляемся от состояния Бога отчужденности. То есть, между Богом и между нами есть пропасть. И в крещении эта пропасть преодолевается. И у человека снова появляется возможность жить с Богом. Через участие в таинствах. Яды мою плоти пияемую кровь во мне пребывает и я в нем. Тайна спасения очень велика. Она была непостижима для Адама и Евы. Им очень хотелось, чтобы Господь поскорее послал от семени жены сына своего для спасения рода человеческого. Само имя Ева переводится как жизнь. Ну, вы знаете, наверное, который Адам дал своей жене свидетельствует о напряженности этого ожидания. То есть, Ева это жизнь и Адам когда дал своей жене это имя, они ожидали, что сейчас Господи, что Ты пообещал, должно скоро произойти. Поэтому, когда Ева рождает первого своего сына, как его звали? Каин. Как имя его переводится? Приобрела я человека у Господа. Переводится имя Каин. То есть, когда она родила, Господи, вот и наступило это долгожданное время. Ты пообещал, я родила, я жизнь теперь, потому что подарила жизнь первую. А того, кого я родила, я приобрела человека от Тебя. Что это значит? Что вот наступило время, когда глава змея будет стерта. И каково было ее разочарование, когда тот, какого она приобрела у Господа, как она назвала своего сына, стал первым человеком, убийцей. И с этого момента, конечно, история человечества пошла совершенно иначе. Они были изгнаны, у них рождались дети. Мы не отрицаем это, что у первых людей было кровосмешение, потому что еще одной параллельной семьи не было. Это была только семья Адама. Братья жили с сестрами, у них рождались дети. И дальше продолжалась так история человека. Потомки Каина стали вести неправильный образ жизни. Авеля уже не стало от Господа. Адама послал еще одного сына. С ним было много детей, но акцент Священное Писание делали только на два детей, на Каина и на Сифа, от которого пошли уже праведные люди. И потом, когда потомки Сифа, их называют сыны Божьи, стали видеть, какие красивые дочери у потомков Каина стали с ними жить, у них стали рождаться исполины, то есть такие большие люди, очень греховные. И когда земля была переполнена такими людьми, тогда Господь уже наслал на человека потоп. Я уже получается пятый год преподаю библейскую историю в семинаре и с каждым разом, когда возвращаюсь к этой теме, думаю, Господи, насколько все удивительно и насколько все глубоко и насколько все порой запутано для нас, что понимаешь, что все Господи от Тебя и спасение только от Тебя и ведешь ты нас своим путем и для чего-то ты что-то нам попускаешь в этой жизни, потому что настолько все порой вот так вот, что ответить крайне-крайне на все эти вопросы сложно. Поэтому Господь знает, кого как вести, кого как привести. Вот так вот, дорогие братья и сестры, история человечества после грехопадения только началась и она продолжается и по сей день. Все мы с вами потомки Адама, в наших жилах течет его кровь, поэтому и последствия его греха мы испытываем на себе. Каждый испытывает в той мере, которую сам прекрасно знает. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...